всем привет обещала вам снять моих старичков метка и половинку конечно же они в домике конечно поэтому домик уберем чтобы их было видно на время съемки наверное месяца полтора назад я говорила что возможно я снимаю последнее видео с половинкой тогда она весила еще 35 грамм или 34 у нее был достаточно большой упругий живот сейчас он немного уменьшился потому что видимо все жировые запасы все-таки закончились в животе и у нее выросла такая вот странная на боку опухоль вы видите она не подкожная насколько я чувствую подкожные опухоли как-то обычно сразу сразу понятно что подкожные а это как будто бы или из мышцы выросла или прям на бедре из кости может быть она выросла точно не понятно но теперь половиночка сегодня весит 30 грамм очень плохая тенденция потому что она сохраняла вес 33 32 грамма достаточно долго и буквально за неделю последнюю она стала вот похудела до 30 грамм при этом опухоль выросла то есть почему раньше она не так быстро теряла вес опухоли росли она медленно худела а теперь опухоль растет быстрее вес падает то есть сама мышка все-таки теряет вес кормлю конечно очень разнообразно как и всегда и всех мышечка очень больная но при этом держится хорошо пробую взять иди сюда зайчиком и кусалась по молодости теперь вообще не кусается ничего такая золотая мышка вот она не не чувствуется как она подкожная опухоль она чувствуется как она очень плотная и очень плотно приросшая к чему-то но это все будет понятно после вскрытия если она будет она начала терять шерсть прям клочками просто из-за болезни никаких паразитов нету просто у нее не хватает ресурсов опухоль все сосет на себя так иди сюда ай скотина ты такая а вот этот меня укусил впервые в жизни смотрите медок никогда не кусался вообще никогда вообще не кусался скотиньёк а ты такое ну иди сюда сказал боже мой я боюсь его взять ребята он никогда не кусался раньше какой-то сумасшедший вообще неадекватный здесь у него по-моему жир то есть вот у него сбоку под лапой по моему просто жир блин он никогда себя так не вел вообще так а ну иди сюда я пытаюсь его взять у основания хвоста у основания хвоста мышей брать можно ё-моё-моё кажется кажется с меня еще кровь брызнула да что да что такое вообще так я его поймала посмотрим на наличие опухолей аккуратненько нет у него просто жировые складки опухоли у него никаких нету то есть вот видите у него под передними лапами такие как жировые складочки ах ты злобная мышь такая страшная злобная мышь ты посмотри на него вот мы пожалуйста вот это кусалась половинка кусалась просто с двух недель она еще даже когда глаза не открыла она уже начала кусаться а медок он вообще не кусался никогда и сейчас вы видите он просто ведется как сумасшедший какой-то как бешеный просто сейчас кровь почует мою гадость ты такая неблагодарная будешь один у меня жить после смерти половинки так я домик не ставлю все хвостик она забрала сейчас еще им накидаю бумажечек вы видите какая это страшная зверюга он еще и вход охраняет пальцы ему совать вообще нельзя блин ребята он никогда не кусался вообще а теперь я его боюсь брать в руки вообще вот так вот на старый след меняется характер у стариков те что кусались могут перестать кусаться те что не кусались могут начать кусаться вот и сказочки конец и пожалуй как бы это печально не звучало скорее всего это все таки последнее видео с половинкой потому что я вижу как ее состояние начало ухудшаться с более большими темпами медок выглядит прекрасно у него и шерсть прекрасная и и он не худеет он жирненький мальчик у нас злобный жирненький мальчик вот злобный старикашка будет жить у меня один потому что кай у меня живет с двумя пожилыми девочками прекрасно благополучно и еще две молодые девочки у меня живут в другой клетке всего у меня сейчас 7 мышей но половиночки осталось реально недолго до нового года она сто процентов не дотянет все друзья такова жизнь всем пока всем пока Продолжение следует...